Музыка Дорогие товарищи, митинг посвященному Дню Международной Солидарности Трудящихся разрешите считать открытым. Дорогие друзья, разрешите вас поздравить с этим весенним, замечательным майским праздником с 1 мая. Вы знаете, наверное самое главное, что хотелось бы сегодня сказать, Россия переживала разные эпохи, разные времена, хорошие, плохие, трагические, было разное. Но самое главное это то, что мы должны сохранить память о любом времени. И 20 век, когда в России, у нас в стране был большой Советский Союз, и времена очень значимы для нас. И каждый вот здесь собравшихся, наверное, помнит, как были октябрянами, были пионеры, были комсомольцами. Потом была коммунистическая партия. Важно помнить все, что было, и перенести в сегодняшнее время самое лучшее, самое лучшее, что было тогда, и применить его сегодня. Поэтому, дорогие друзья, я рад, что мы сегодня собрались в этот весенний солнечный день. Поздравляю вас с праздником 1 мая. Я желаю, как всегда, мира, труда, надежды, счастья и успехов всех. С праздником! Слово предоставляется Юдиной Светлане Лениновне, возглавляющей ветеранскую организацию района. Дорогие друзья, очень приятно вас видеть всех сегодня здесь, в этот праздничный день. Что вы не забываете этот праздник, день солидарности трудящихся. И действительно, ведь здесь в основном рабочий класс. Те, кто на своих плечах вынесли все тяготы жизни, которые были у нас. И поэтому всегда вам нужно сказать огромное спасибо за то, что вы сделали. Поклониться вам за это. И чтобы всегда вы были и жили в примирном небе. Будьте счастливы, будьте здоровы. Пожалуйста, своим детям, своим правнукам и внукам рассказывайте о том времени. Потому что они в последнее время очень мало этого слышат от нас. А мы забываем им это рассказывать. Они не верят в то, что вы пережили. А это ведь действительно уму непостижимо, что пришлось пережить. И войну, и разруху, и становление. И даже в 90-е годы сменили власть социалистическую на капиталистическую. Поэтому многие из нас не понимают еще, никак не доходит, что сменилось время, сменилась власть и сменилось все остальное. Так будьте же счастливы, будьте здоровы. Я думаю, что все, кто здесь присутствует, тоже всегда радуют за этот большой весенний праздник. Сегодня же солнышко для нас с вами. Посмотрите, не дождь, как те были в празднике. Всего самого вам хорошего. Слово предоставляться Скеллигу Валентину Никифоровичу, председателю партии «Справедливая Россия». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня первый день в мае. Это значит Пево-Марь. Это большой праздник в жизни нашего народа. Месяц. Меня года два уговаривали. Я не сказал. Старшее поколение особенно вспоминает те годы, когда этот праздник отмечался очень широко. Когда были шествия, демонстрации. Когда все население поселка, города шло с колоннами. Шли от мало, как говорят, до великого. И в этом была связь поколений. Вот надо сказать, что в это время мы эту связь между поколениями теряем. И вот как раз вот то, что все-таки нас сегодня мало, это как раз говорит об этом. Ну, в праздничный день, конечно, не хочется говорить о плохом. Всегда говорить хочется о хорошем. Конечно, в нашей жизни есть перемены. Есть перемены к лучшему. Но есть и много недостатков, о которых надо тоже всегда помнить. И стараться их как-то искоренять. Ну, вот, благо справедливой России. Основная цель, конечно, этой партии это восстановление справедливости. А вот справедливость, конечно, в последние годы она теряется. Вот я хочу, конечно, один пример привести. Вот мы идем к большому празднику, к юбилею Победы, 70 лет. У нас ветераны войны разделены на две группы. Одни воевали, другие не воевали. Хотя все воевали. Вот смотрите, устанавливают память ведущим государства, участников войны, которые умерли после 12 июня 1490 года. А те, кто умерли днем раньше или чуть больше, чуть раньше, значит, они не имеют этого права. Вот разве справедливо это? Это вот, в предмете вот этого большого праздника, это просто кажется как-то, знаете, не по себе даже. И вот наше обращение от имени всех, значит, президента, правительства России. Вот эту несправедливость надо устранить. Дорогие друзья, позвольте поздравить вас искренне и от души с этим праздником. Желать вам всем доброго здоровья, успехов во всех ваших делах и начинаниях. Чтобы в нашей жизни все было хорошо и к лучшему. Чтобы мы всегда жили в мире, чтобы не было войны. Будьте здоровы. Дорогие товарищи, когда была советская власть, люди шли под лодунгом мир, труд, счастье, благополучие и так далее. Вот сколько раз высоко говорим их мы, да и каждый понимает. Человек сейчас научился летать по воздуху, как птица. Человек научился плавать под водой, как рыба. А вот по-человечески мы до сих пор жить не научились. У нас все ответы одни проблемы. Строим, строим, разрушим. Строим, строим, разрушим. Давайте, друзья, с вами по нашему району. Сколько мы предприятия решились за 25 лет после этой пристройки? В предыдущем у нас не обрабатываются. И все это будет в Кусплянке вещей. И вот не раз задумывался, что с 27 апреля включился приемник. Киров сообщает. Районная больница в Белой полнице сокращено на 12 койко-мест. В настоящее время, 12 койко-мест, я и подумаю. Наш район, короче говоря, как назвать, немолодежный. Большинство у нас пенсионеры. Если необходимость было сокращать еще то, что осталось там единицы, то снова сокращать. Я и подумал. Так это мы для народа делаем. Или против народа. И считаю, чтобы жить по-человечески, нам самим надо ликвидировать в первую очередь что? Бандитизм, вороззло, коррупцию и так далее и тому подобное. Уважение друг к другу. И мы должны слушать с вами друг друга. Это у нас в последнее время не стало. И вот раз задумываем очень над тем вопросом. Почему мы так плохо живем? Да потому что у нас доходов-то нет. Откуда могут быть доходы? Посмотрите в жизни, перед временем, что у нас делается. Как можно пройти по нашей плотине. Наверное, не один, наверное, шишку получил, наверное, травму получил на нашей плотине. Что-то помнят хорошо, наверное, каждый помнит. И вот я считаю, пока мы не будем развивать промышленность и сельское хозяйство в районе, денег у нас с вами не будет. Я вот задумываюсь над тем вопросом, насчет молодежи. Вот здесь один товарищ пришел ко мне. Я говорю, что ты такой скромный и неубидный таким горем. А что, говорю, пришел? Сын пришел из армии. Побыл один день в Белой коммуниции. И говорит, папа, зачем я? Я поехал. Я говорю, почему ты, сынок, не хочешь жить в Белой коммуниции? У нас, говорит, я здесь рабочее место не найду. Из-за плазы самые низкие. Ну, посмотрите, в последнее время мы с вами избрали губернатора Белых. Большинство некогда, наверное, здесь стоящих, голосовали за него. Но первый указ у него был, отмена льготных проезд пожилым людям. Считая 111 тысяч рублей, это уж больно много. А сцены потом поболожили на 40-50%. Сами знаете, дайте пример приведу. Песок стоит 32 рубля, а стало сколько? Чуть не 70 рублей. А вот вы зашли у нас пенсии с вами, чего на 11%. Это все делается, он делает для нас или чего? Я вам все предлагаю. Собрать нам 132 тысячи рублей и посадить нашего губернатора на 11 тысяч рублей в месяц, чтобы больше ему не платить. 132 тысяч рублей, но 11 тысяч, кто получает, тот лишился проезда, правда, ветераны? Так что считаю, что если мы не примем меры, не восстановим промышленность, у нас молодежь будет уезжать. И вы знаете, что 30% молодежи работают где? В Москве наши, белокуничане. И на север уезжают, потому что рабочих мест нет, зарплата невелика, промышленность не развивается и так далее, и тому подобное. Посмотрите, обвините, у нас ЦМК стоит. Что он делает, который год? Ничего не делает. А из-за денег надо платить. Если мы таких мест принимать не будем, то, конечно, наш район умрет. Еще вопрос такой. Вышло постановление правительства о том, что все населенные пункты нашего района присоединить к городу. Слыхали вы такое? И Иванцевцевцев будет, городское началение называлось и так далее, и тому подобное. Дубровка тоже будет городское началение. Помните, как в городе Кирове? Ну, вят подсоединили к городу Кирову, потом железнодорожный узел. То Кирову. Стали все городские. Так что, ладно ли, если я понимаю, можно присоединять, если бы у нас в районе были деньги, и они поступали бы от промышленных предприятий, чтобы мы могли что-то сделать. Но с таким бюджетом, мне кажется, как будет весь район городского поселения. Ведь у нас пример есть. Великопольный городской стал, посеку, то городской. Вот так хотят все и сделать. Так что, вот я думаю, пока промышленность не будет развиваться в нашем районе, присоединять муниципальное образование к городу, я думаю, не стоит. Это мое мнение, остальные как надо, так и думайте. Ну, еще раз хочу поздравить с этим праздником. И надеюсь, что и руководство нашего района, и города будут принимать все меры для того, чтобы нам здесь в городе жилось. Потому что нам уж много лет, мы не собираемся ни ехать ни в Москву, ни в Крым, ни в Сочи. Так что пожелаем, чтобы подумало наше руководство города и района о том, как нам развить промышленность. А у нас есть чем развивать. И еще вопрос. Раньше мы получали много средств, значит, бюджет от лесхоза, леспромхоза. Что мы сейчас получаем? Я не знаю, какой процент от того бюджета, который мы получаем, не знаю. Лес разворовывается, лес развалится по всей стране, а район от него ничего не получает. Еще раз раз по празднику. Слово предоставляется главе города. Пожалуйста. Дорогие друзья, позвольте поздравить вас с днем весны и труда, с днем всемирной солидарности трудящихся. Я не зря произнес оба названия этого праздника, и то название, которое есть у него сейчас, и то название, которое было раньше. Ведь, как бы он ни назывался, его главным девизом являются три слова, которые все нам известны. Это мир, труд и май. Дорогие друзья, я поздравляю вас с началом новой весны, весны трудовой, весны, которая делает наш город, которая делает наши улицы, которая делает наши дома чище, уютнее. Желаю всем крепкого здоровья, мирного, труда, благополучия вам, вашим семьям, вашим близким. С праздником! Предоставляю это слово редактору Оксане Савельевой. Только не редактору, конечно. А кому только не знаю. Это фото корреспонденту. Пожалуйста. Уважаемые земляки, дорогие земляки, спасибо тем, кто поддерживает все полезное в городе. Я много тут лиц вижу, которые с нами на активной стороне. Хочется поздравить всех с праздником и продолжить мысль Санислава Александровича по поводу того, что лозунг «Первомай всегда был мертв, труд май». Сегодня по ряду причин я хочу попросить прежде всего об одном. Не забывайте о ключевом слове «Мир». Пожалуйста, не нужно сеять вражду и не нужно вбивать клин между теми, кто представляет разные политические течения, разные убеждения, разные, если так можно сказать, классы. Сегодня утром я получила письмо от очень здравомыслящего человека, который позволил себе противопоставить, ну, как сказать, работяг и буржуев, сказав, что для буржуев, то есть для собственников предприятий, нынешний праздник ничего не значит. Я не буду его долго убеждать, ни письменно, ни узненно, о том, что это не так. И я прошу только об одном, чтобы вы знали, что нет такого деления по классам, по сословиям, по религиозным конфессиям. По-моему, жизнь доказывает, что деление есть только либо ты человек, либо ты не умеешь быть человеком, либо ты откликаешься на какие-то просьбы, на какие-то вещи, которые требуют твоей помощи и твоего вмешательства, либо ты придумаешь причину, почему этого делать не надо, потому что тебе кто-то должен, потому что ты уже и так много сделал, потому что некогда, не время, выходной день, обед и так далее. Я вас очень прошу, не забывайте о том, что мир – это тоже составляющая нынешнего праздника, и не только нынешнего. И если мы будем в таком маленьком городе, в таком маленьком районе, нас чуть больше 18 тысяч, воевать и устраивать какую-то вражду, наверное, мы очень мало добьемся. Есть примеры того, как вражда переходила в нейтральные отношения, и потом сотрудничество, и из этого получаются хорошие результаты. Я вам всем, нам всем желаю хороших результатов на основе дружбы, на основе взаимопонимания и на основе того, что не скрывайте свои мысли, но если вы что-то критикуете, если вы чем-то недовольны, не просто говорите, что мне должно что-то, вы предложите со своей стороны какое-то решение, не обязательно физическим трудом, не обязательно финансовым, хотя здесь есть те, кто делает и так, и так. Вы предложите хотя бы своими знаниями и своим жизненным опытом, что нужно сделать, как это сделать лучше, когда это лучше сделать, и, может быть, к кому еще обратиться. То есть все-таки это наш общий город, и давайте жить не по принципу, что нам все должны, а давайте его совместно возрождать. Пусть он сейчас, может быть, не так похож на город, как когда-то, как говорят некоторые люди, давайте его возрождать все вместе трудом, миром, ощущением весны. Я вам желаю, чтобы это ощущение у вас было праздничным. Желаю хороших праздников. Желаю всем крепкого здоровья. Даю вам вам удачи и всего самого классного. И будьте с городом, а не против него. Спасибо. Я думаю, что никто не желает плохому, плохому городу. Значит, товарищи, значит, у нас здесь пишутся, тут будет товарищи оба руководителя, значит, и района, и города. Вот у кого-то есть какие-то вопросы к товарищам, пожалуйста, не стесняйтесь, подходите. Я тут смотрю, у нас находится директор Первомайского лестпромхоза. Он всегда у нас приходит на все эти митинги. Давайте попросим, как у него, Пушин поздравит вас, и как вот развиваться его хозяйство, Первомайского лестпромхоза. Спасибо, что дали возможность сегодня всех вас поздравить. Мне бы хотелось сказать, вы не забыли, в те далекие времена лозунг нашей России был. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Сегодня я очень рад в этот Первомайский праздник видеть под этими знаменами всех тех, кто объединился здесь, в этом маленьком уютном сфере. Всех тех, кто рад праздновать праздник, невзирая на сословия, на члены, на ранги. И при этом мне бы хотелось всех вас поздравить с Первымайом. Пожелать всем здоровья самое главное. Пожелать мирного неба. Чтоб всем у них было благополучия. Чтоб все мы с вами могли когда-нибудь взять, собраться, не просто сказать хорошие слова, а сделать прекрасные дела в этом городе, для того, чтобы в нашем городе жилось отлично. Сегодня вместе, вот в этом сфере, я присутствую с Владимиром Матвеевичем. Хотелось бы, чтобы он подошел сюда. Вы хотели услышать его. Но я хочу, чтобы вы взглянули на нас, на тех ребят, которые в те далекие времена пришли в этот город. Не просто с желанием поиметь что-то здесь, а с желанием сделать для вас, дорогие друзья. Мы вместе с Владимиром Матвеевичем учились в одной школе, сидели за одной партой. Были в одном классе. Дорогие друзья, вот здесь я сейчас услышал массу интересного. Того, что не хочется сегодня, чтоб город наш объединялся с нашими населенными пунктами, которые находятся по воде. Чтоб предприятия каким-то образом начали восстанавливаться. Дорогие друзья, когда было тяжело, все раньше сплочались, становились плечом к плечу и говорили при этом, чтоб всех было все здорово. Вот я сегодня здесь, с Владимиром Матвеевичем, жмем руку и говорим вам, дорогие друзья, город будет жить, населенные пункты будут жить, пока вот такие молодые ребята, которых вы поставили, Николай Петрович, будут сегодня у руля. Поэтому доверьте нам еще немного времени, дайте им много времени, и мы постараемся сделать так, чтоб все было здорово. А хотелось бы еще к 9 мая пригласить вас немножко облагородить наш город и с собой привезти молодежь, которая на самом деле, вы правильно сказали, сегодня уезжает из этого города. Они говорят, мы поедем куда-то, поедем зачем-то. Они говорят, здесь нет возможности заработать. Кто сказал, что здесь нет возможности заработать? Вы нам передали эти предприятия. На этих предприятиях можно заработать, можно эти предприятия поднять. Вы будьте добры, эту молодежь сегодня, немножко поправьте им мозги, направьте их к нам на предприятия. Зарплата малая, у нас есть возможность заработать, не вопрос. Будет все как в сказке. Только нужно применить немного усилия, только нужно приложить руки, дорогие друзья. И почему вот 3-го числа мы хотим облагодарить со Станиславом Александровичем только что разговаривали, аллею нашу. Вот этот парк, ушел и у второй, подрезать и не пусты, чтобы потом можно было приглашать сюда наших гостей, нашего города, наших друзей, чтобы можно было пройтись по Монмарту, как говорил Николай Петрович, который грезил, что вот эта аллея будет Монмартом нашего района, нашего города. Вот здесь наш Арбат. Давайте это все облагоустроим. С этого начнем нашу родную жизнь. Еще хотелось бы сказать, дорогие друзья, ну это поправим с автостоянкой здесь. Еще хотелось бы, дорогие друзья, сказать, все-таки 1 мая. Это еще и праздник тех, кто 50 лет тому назад зародил Первомайский лесбранков. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что в те далекие времена сделали данное предприятие предприятием, которым я сегодня могу гордиться. Которым гордятся и мои друзья, и мои коллеги. Хотелось бы сказать, что это предприятие до сей поры еще работает, оно будет работать, невзирая ни на что. Потому что однажды Николай Петрович, Евгений Витальевич, Антон Алексеевич, Олег Валентинович, сказали, когда оставили меня в Первомайске, дорогой, мы тебе даем сегодня из грязи подняться в Князь. То есть я был предпринимателем, такого шага никому не давали раньше, из предпринимателей стать руководителем. Вот тебе даем возможность порулить эти предприятия, стать продолжением наших. Но не забывай, по дороге больше идти, если не означаю падешь, лицом грязь, полетят брызги. А мы себя никому не давали забрызгать. Так вот, дорогие друзья, я еще вас не забрызгал, Николай Петрович. И всех тех, кто ставил это предприятие на ноги, предприятие будет жить, и другие предприятия постараются вместе с нами точно так же вложить в экономику нашего района определенную лепту и сделать наш район и наш город прекрасным. И посему еще раз с праздником вас, дорогие друзья, с Первымайским. Всех благ, здоровья, удачи, любви. С праздником. Собор, будем восстанавливать. Дорогие друзья, вот Олег Валентинович сейчас выступил, сказал много хороших вещей, потому что много правильных вещей. Добавление я хочу тоже добавить к тому первоначальному своему выступлению еще раз поздравить, но сказать вот такие, наверное, тоже главные слова. Действительно, в 90-м году в очередной раз у нас в Советском Союзе тогда перешли мы в Россию, все перевернулись ног на голову. Я хочу сказать, в то время, вот Олег Валентинович сказал, мы учились вместе, мы не ушли в Альмию одновременно. Как раз вот в это время мы служили, заканчивали службу. Не мы перевернули, сделали ту ситуацию, которая произошла в 90-е годы, когда мы были молоды. Но нам суждено сегодня работать именно вот то, что произошло, перешли от социализма к капитализму, то, что случилось, и вот эти 20 лет действительно очень тяжело. Сейчас нужно каждым днем стараться все поднимать. И действительно, результаты определенные они есть. Вот если посмотреть по 2014 году, мы сейчас говорили, что молодежь уезжает. В 2014 году самый низкий уровень миграции с нашего района. На 90 человек у нас всего где-то больше 300 человек каждый год уезжало. А в 2014 году уехало 200 с небольшим. Мы сохранили 100 человек. И это уже положительный результат. Каждый год у нас рождается все больше и больше детей, а умирает меньше. Это тоже положительно. Есть достаточно хорошее, существенное изменение. Мы и по городу видим. Конечно, работы очень много. Ее еще нужно делать и делать. И будем мы ее делать все равно все вместе. Вместе выходить на субботники, вместе будем объединяться, вместе будем настраивать нашу молодежь. И с экономикой мы тоже стараемся работать. Стараемся и завод наш сохранить, чтобы он поднялся и дальше продолжил работать. И сейчас вот буквально вот несколько дней назад мы получили определенный результат тоже нашей работы. Два года старались, участвовали в программе поддержки моногородов. И пришел протокол о том, что на наш город будут выделены денежные средства на инфраструктуру. А это порядка 280 миллионов. Это тоже хорошие денежные средства, которые позволят нам сделать и объездную дорогу, и сделать систему канализации, систему водопровода восстановить. То есть двигаемся, идем вперед. И будем идти всегда вперед. И действительно делать так, чтобы люди, живущие на этой территории, чувствовали себя комфортно, лучше, чтобы они могли быть счастливыми. Спасибо и с праздником еще раз. Ну что, Провиталий, объединяйся. С праздником вас! Так, у меня тут просьба руководства здесь города и района восстановить демонстрацию с 1 мая в городе, чтобы какие-то отдельные там партии, объединения или там организация, чтобы коллективно приходили все, а то у нас начинают отделяться друг от друга. партии там КПР, ФСР там и так далее. Давайте сделаем единый, единую демонстрацию 1 мая, потому что, смотрите, сегодня все спразднуют. Приглашаю я людей на митинг. Мне говорят, хочется поспешить демонстрацию в Москве. Ну давайте мы будем демонстрацию делать не в 10 часов, как в Москве, а в 12. Какая разница-то на два дня. нужно, чтобы все участвовали в этой демонстрации, все партии и так далее и тому подобное. Тогда, конечно, сплоченность будет лучше, и итоги работы района будут лучше, и жить мы с вами дружнее будем, и относиться как по-человечески. Так что моя такая просьба к руководству района и города возобновить демонстрации в городе. Так, еще какие-то предложения есть, пожалуйста? Можно? Пожалуйста. Вы говорите о том, что нужно возобновить демонстрации. Да. Но можно к этому добавить такую как бы реплику? Давайте избавляться от формальных действий, которые мы делаем один раз в году, и потом сразу же забываем о том, к чему они были приурочены, для чего они были предназначены. Вы знаете, просто хочется видеть тех, кому я очень благодарна здесь за реальную помощь, реальными действиями, сказать, что вы демонстрируете правильную любовь к родине, когда это все доказывается действиями ежедневно, а не формально на словах, одним лозунгом раз в год или раз в какой-то ежегодный праздник. Если можно обойтись конкретными действиями, то может быть, знаете, и бог с ней с демонстрацией, бог с ней с формальностью, но пусть это будут нормальные дела, пусть это будет нормальное каждодневное отношение к городу, к его жителям, к тому, что вообще в городе происходит. Флаг один раз в год это не демонстрация любви к родине, это демонстрация того, что ты умеешь вовремя приобрести флаг и его пронести. Демонстрация любви к родине это в другом, это в конкретных делах, когда ты не с кого-то что-то просишь, а когда ты действительно Делаешь это сам, потому что ты этого хочешь, а не потому что тебя принудили. И в свое личное время, а не в рабочее время, вместо своих должностных обязанностей. Пожалуйста, давайте не будем формалистами, давайте будем любить свой город по-настоящему и делами. Начинается малое, получается большое. Пожалуйста. Мне хочется сказать, вот мы говорим про благоустройство, это все нужно делать. Но который раз вопрос задаем, когда прикроете Арбат? Когда решался вопрос о Арбате, говорили, что все закроем. Вот нам эта красота, этих заборов, этих скамеек, она зачем, если машины 24 часа стоят. Понимаете, вот проходишь, цветочки вот сейчас посадят, старушки сидят на скамейках, что они видят, они одни машины. Что мы из пятиэтажек одни гомшины видим, потому что у нас гаражи там стали, а не площадка. Так же и здесь, так вы зачем его сделали, если у нас стоянка? Вот что хочется сказать. Почему никто ничего не говорит? Все про себя шепчутся. Все вот, все идут и говорят, где у нас? Не знаю. Ну когда они прикреплены? Неужели у нас нельзя так? Поверьте вы эти, и все, и сразу увидите, кто у нас безобразничает тут. Давайте сразу же как бы на этот вопрос отвечу. Вот я не знаю, знаете ли все здесь присутствующие о том, что сейчас начата работа, именно завершение благоустройства нашей культурной части, исторической части Белой колонницы. И мы в прошлом году выиграли грант федеральный. 7 миллионов рублей федеральных денежных средств пришло. Сейчас мы будем благоустраивать фонтан, будем ставить скамейки, сделают асфальтовые дорожки, вот эту площадку расширим, перенесем шлагбаум. И тогда мы уже, когда все работы выполним, тогда и закроем. Тогда у нас и будет уже все доделано, все работы сделаны, и тогда у нас сейчас это будет действительно работать. Дорогие друзья, мы все с вами прекрасно знаем, что приближается День Победы, и к Дню Победы готовится много мероприятий. Так вот, у меня такое есть объявление. Завтра в полвторого будет по городу проходить автопробег, посвященный 70-летию Великой Победы. Здесь, около сцены, они будут давать концерт. Приглашаю всех на концерт и посмотреть этот автопробег. Всех, пожалуйста, полвторого, 13.30. Пожалуйста, приходите сюда на концерт и посмотрим все, что... Они будут сами его давать. Это не мы ставим, никто не из нашего города, а вот кто придет с автопробегом, они этот концерт и ставят. Пожалуйста, приходите. И еще. С 8-го числа, но это будет в газете, в 11 часов в церкви организуется поминание Дню Победы. Мы тоже приглашаем всех желающих. Об этом изъявили участники войны, об этом попросили труженики тыла. И поэтому всех желающих мы приглашаем туда 8-го числа в 11 часов. Так, наверное, придется закрыть митинг. Так что разрешите... Или еще вопросы есть? Нет. Нет. На этом, товарищи, митинг, посвященный Дню 1-го мая, разрешите считать закрытым. Но у вас еще есть возможность повстречаться с руководством. Все они здесь на месте. Пожалуйста. Большое вам спасибо, что вы пришли и не забыли те традиции, какие были у нас в советское время. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Сегодня я очень рад в этот Первомайский праздник видеть под этими знаменами всех тех, кто объединился здесь, в этом маленьком уютном сфере. Всех тех, кто рад праздновать праздник, невзирая на сословия, на щели, на ранги. И при этом мне бы хотелось всех вас поздравить с первым маем. Пожелать всем здоровья, самое главное. Пожелать мирного неба, чтобы в семьях было благополучия, чтобы все мы с вами могли когда-нибудь взять, собраться и просто сказать хорошие слова, а сделать прекрасные дела в этом городе для того, чтобы в нашем городе жилось отлично. Отлично. Сегодня вместе вот в этом сфере я присутствую с Владимиром Матвеевичем. Хотелось бы, чтобы он подошел сюда. Вы хотели услышать его. Но я хочу, чтобы вы взглянули на нас, на тех ребят, которые в те далекие времена пришли в этот город. Не просто с желанием поиметь что-то здесь, а с желанием сделать для вас, дорогие друзья. Мы вместе с Владимиром Матвеевичем учились в одной школе, сидели за одной парой. Были в одном классе. Дорогие друзья, и вот здесь я сейчас услышал массу интересного. Того, что не хочется сегодня, чтобы город наш объединялся с нашими населенными пунктами, которые находятся по воду. Чтобы предприятия каким-то образом начали восстанавливаться. Дорогие друзья, когда было тяжело, все раньше сплочались. Становились плечом к плечу. И говорили при этом, чтобы всех было все здорово. Вот я сегодня здесь, Владимир Матвеевичем, жмем руку и говорим вам. Дорогие друзья, город будет жить. Населенные пункты будут жить, пока вот такие молодые ребята, которых вы поставили, Николай Петрович, будут сегодня у руля. Поэтому доверьте нам еще немного времени, дайте немного времени. И мы постараемся сделать так, чтобы все было здорово. А хотелось бы еще к 9 мая пригласить вас немножко облагородить наш город. И с собой привезти молодежь, которая на самом деле, вы правильно сказали, сегодня уезжает из этого города. Они говорят, мы поедем куда-то, поедем зачем-то. Они говорят, здесь нет возможности заработать. Кто сказал, что здесь нет возможности заработать? Вы нам передали эти предприятия. На этих предприятиях можно заработать, можно эти предприятия поднять. Вы будьте добры, пожалуйста, эту молодежь сегодня, немножко поправьте им мозги. Направьте их к нам на предприятия. Зарплата малая? У нас есть возможность заработать. Не вопрос. Будет все как в сказке. Только нужно применить немного усилия. Только нужно приложить руки, дорогие друзья. И почему вот 3-го числа мы хотим облагодарить со Станиславом Александровичем, только что разговаривали, аллею нашу. Вот этот парк у школы, у второй, подрезать и не пусты, чтобы потом можно было приглашать сюда наших гостей, нашего города, наших друзей, чтобы можно было пройтись по Манмарту, как говорил Николай Петрович, который грезил, что вот эта аллея будет Манмартом нашего района, нашего города. Вот здесь наш Арбат. Давайте это все облагоустроим. С этого начнем нашу красную жизнь. Еще хотелось бы сказать, дорогие друзья, ну это поправим с автостоянкой здесь. Еще хотелось бы, дорогие друзья, сказать, все-таки 1 мая. Это еще и праздник тех, кто 50 лет тому назад зародил первомайский лесбранков. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что в те далекие времена сделали данное предприятие предприятием, которым я сегодня могу гордиться. Которым гордятся и мои друзья, и мои коллеги. Хотелось бы сказать, что это предприятие до сей поры еще работает. Оно будет работать, невзирая ни на что. Потому что однажды Николай Петрович, Евгений Витальевич, Антон Алексеевич, Олег Валентинович сказали, когда оставили меня в первомайске. Дорогой, мы тебе даем сегодня из грязи подняться в князь. То есть я был предпринимателем. Такого шага никому не навали раньше. Из предпринимателей стать руководителем. Вот тебе даем возможность порулить эти предприятия, стать продолжением наших. Но не забывай, по дороге больше идти. Если не означаю падешь, лицом грязь, полетят брызги. А мы себя никому не давали забрызгать. Так вот, дорогие друзья, я еще вас не забрызгал, Николай Петрович. И всех тех, кто ставил это предприятие на них. Предприятие будет жить. И другие предприятия постараются вместе с нами точно так же вложить в экономику нашего района определенную лепту и сделать наш район и наш город прекрасным. И посему еще раз праздник вам, дорогие друзья, с Первымайским. Всех благ, здоровья, удачи, любви. С праздником. Слово, будем восстанавливать. Дорогие друзья, вот Олег Валентинович сейчас выступил, сказал много хороших вещей, потому что много правильных вещей. Добавление я хочу тоже добавить к тому первоначальному своему выступлению, еще раз поздравить, но сказать вот такие, наверное, тоже главные слова. Действительно, в 90-м году в очередной раз у нас в Советском Союзе, тогда перешли мы в Россию, все перевернулись ног на голову. Я хочу сказать, в то время, вот Олег Валентинович сказал, мы учились вместе, мы не ушли в армию одновременно. Как раз вот в это время мы служили, заканчивали службу. Не мы перевернули, сделали ту ситуацию, которая произошла в 90-е годы, когда мы были молоды. Но нам суждено сегодня работать именно вот то, что произошло, перешли от социализма к капитализму, то, что случилось, и вот эти 20 лет действительно очень тяжело. Сейчас нужно каждым днем стараться все поднимать. И действительно, результаты определенные они есть. Вот если посмотреть по 2014 году, мы сейчас говорили, что молодежь уезжает, в 2014 году самый низкий уровень миграции с нашего района. На 90 человек у нас всего где-то больше 300 человек каждый год уезжало. А в 2014 году уехало 200 с небольшим. Мы сохранили 100 человек. И это уже положительный результат. Каждый год у нас рождается все больше и больше детей, а умирают меньше. Это тоже положительно. Есть достаточно хорошее, существенное изменение. Мы и по городу видим. Конечно, работы очень много. Ее еще нужно делать и делать. И будем ее делать все равно все вместе. Вместе выходить на субботники. Вместе будем объединяться. Вместе будем настраивать нашу молодежь. И с экономикой мы тоже стараемся работать. Стараемся и завод наш сохранить, чтобы он поднялся и дальше продолжил работать. И сейчас, буквально несколько дней назад, мы получили определенный результат нашей работы. Два года старались. Участвовали в программе поддержки моногородов. И пришел протокол о том, что на наш город будут выделены денежные средства на инфраструктуру. А это порядка 280 миллионов. Это тоже хорошие денежные средства, которые позволят нам сделать и объездную дорогу, и сделать систему канализации, систему водопровода восстановить. То есть двигаемся, идем вперед. И будем идти всегда вперед. И действительно делать так, чтобы люди, живущие на этой территории, чувствовали себя комфортно, лучше, чтобы они могли быть счастливыми. Спасибо и с праздником еще раз. Ну что, Провиталий, объединяйся. С праздником вас! Так, у меня тут просьба к руководству здесь города и района восстановить демонстрацию с 1 мая в городе, чтобы какие-то отдельные там партии, объединения или там организации, чтобы коллективно приходили все. А то у нас начинают отделяться друг от друга. Партии там КПР, ФСР и так далее. Давайте сделаем единую демонстрацию 1 мая, потому что, смотрите, сегодня все спразднуют. Приглашаю я людей на митинг. Мне говорят, хочется поспорить демонстрацию в Москве. Ну давайте мы будем демонстрацию делать не в 10 часов, как в Москве, а в 12. Какая разница-то на два дня. Надо, чтобы все участвовали в этой демонстрации. Все партии и так далее, и тому подобное. Тогда, конечно, сплоченность будет лучше. И итоги работы района будут лучше. И жить мы с вами дружнее будем. И относиться тоже как по-человечески. Так что моя такая просьба к руководству района и города возобновить демонстрации в городе. Так, еще какие-то предложения есть, пожалуйста. Можно? Пожалуйста. Вы говорите о том, что нужно возобновить демонстрации. Но можно к этому добавить такую реплику? Давайте избавляться от формальных действий, которые мы делаем один раз в году, и потом сразу же забываем о том, к чему они были приурочены, для чего они были предназначены. Вы знаете, просто хочется, видя тех, кому я очень благодарна здесь за реальную помощь, реальными действиями, сказать, что вы демонстрируете правильную любовь к родине, когда это все доказывается действиями, ежедневно, а не формально на словах, одним лозунгом раз в год или раз в какой-то ежегодный праздник. Если можно обойтись конкретными действиями, то, может быть, знаете, когда и бог с ней с демонстрацией, бог с ней с формальностью, но пусть это будут нормальные дела, пусть это будет нормальное, каждодневное отношение к городу, к его жителям, к тому, что вообще в городе происходит. Флаг один раз в год – это не демонстрация любви к родине, это демонстрация того, что ты умеешь вовремя приобрести флаг и его пронести. Демонстрация любви к родине – это в другом, это в конкретных делах, когда ты не с кого-то что-то просишь, а когда ты действительно делаешь это сам, потому что ты этого хочешь, а не потому, что тебя принудили. И в свое личное время, а не в рабочее время, вместо своих должностных обязанностей. Пожалуйста, давайте не будем формалистами, давайте будем любить свой город по-настоящему и делами. Начинаем с малой, а получается большое. Пожалуйста. Мне хочется сказать, мы говорим про благоустройство, это все нужно делать, но, который раз вопрос задаем, когда прикроете Арбат? Когда решался вопрос об Арбате, говорили, что все закроем, вот нам эта красота, этих заборов, этих скамеек, она зачем, если машины 24 часа стоят. Понимаете, вот проходишь, цветочки вот сейчас посадят, старушки сидят на скамейках, что они видят, они одни машины, что мы из пятиэтажек одни машины видим, потому что у нас гаражи там встали, а не площадка, так же и здесь, так вы за что не его сделали, если у нас стоянка? Вот что хочется сказать, почему никто ничего не говорит? Все про себя шепчутся, все вот, все идут и говорят, где у нас? Не знаю, неужели у нас нельзя повесить в эти, и все, и сразу увидите, кто у нас безобразничает тут. Давайте сразу же как бы на этот вопрос отвечу. Арбате, в первую очередь. Вот я не знаю, как бы знаете ли все здесь присутствующие, о том, что сейчас, значит, та работа, именно завершение благоустройства нашей культурной части, исторической части Белой колонницы. И мы в прошлом году выиграли грант федеральный, 7 миллионов рублей, федеральных денежных средств пришло. Сейчас мы будем благоустраивать фонтан, будем ставить скамейки, сделают асфальтовые дорожки, вот эту площадку расширим, перенесем шлагбаум, и тогда мы уже, когда все работы выполним, тогда и закроем. Тогда у нас и будет уже, ну, все доделано, все работы сделаны, и тогда у нас сейчас это будет действительно работа. Вы в нее ничего не делаете? Так, давайте еще закруглять будем, еще вопросы. Дорогие друзья, мы все с вами прекрасно знаем, что приближается День Победы, и к Дню Победы готовится много мероприятий. Так вот, у меня такое и есть объявление. Завтра, пол второго, будет по городу проходить автопробег, посвященный 70-летию Великой Победы. Здесь, около сцены, они будут давать концерт. Приглашаю всех на концерт и посмотреть этот автопробег. Всех, пожалуйста, пол второго, 13.30. Пожалуйста, приходите сюда на концерт и посмотрим все, что они будут сами его давать. Это не мы ставим, никто не из нашего города, а вот кто придет с автопробегом, они этот концерт и ставят. Пожалуйста, приходите. И еще. С 8 числа, но это будет в газете, в 11 часов, в церкви организуется поминание Дню Победы. Мы тоже приглашаем всех желающих. Об этом изъявили участники войны, об этом попросили труженики тыла. И поэтому всех желающих мы приглашаем туда 8 числа в 11 часов. Так, придется закрыть митинг. Так что, разрешите... Или еще вопросы есть? Нет. На этом, товарищи, митинг, посвященный Дню 1 мая, разрешите считать закрытым. Но у вас еще есть возможность повстречаться с руководством. Все они здесь на месте. Пожалуйста. Большое вам спасибо, что вы пришли и забыли те традиции, какие были у нас в советское время. Субтитры создавал DimaTorzok